В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, ивановские волонтеры вышли на улицы, чтобы вручить прохожим красную ленту. В конце прошлого века она стала символом сострадания, поддержки и надежды на будущее без СПИДа. В этом году акцию проводят под лозунгом «Знать свой статус». Медики рекомендуют всем гражданам регулярно проходить тест на ВИЧ, чтобы защитить свое здоровье и не подвергать опасности родных и близких. Свести риск заражения к минимуму можно, если соблюдать несколько простых правил. О профилактике ВИЧ рассказывают волонтеры-медики. Вместе с красной лентой дарят ивановцам брошюры с подробной информацией о вирусе иммунодефицита. Первое – это не контактировать с больными ВИЧ-инфицированием. Конечно, это конфиденциальная информация, никто об этом говорить не будет, но все-таки нужно всегда соблюдать меры предосторожности. То есть, например, если какая-то авария случается, и медработник или любой человек оказывает первую медицинскую помощь, нельзя руками и вообще любыми частями открытыми тела контактировать с кровью другого человека, потому что он может быть ВИЧ-инфицирован и даже об этом не знать. К сожалению, прививок от этой болезни не существует. Если беда уже случилась, отчаиваться не стоит. Врачи предлагают эффективные методы, позволяющие вести нормальный образ жизни с ВИЧ. Главное, подчеркивают специалисты, выявить болезнь на ранней стадии. Ежегодно в Ивановской области фиксируется около 700 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. К сожалению, со временем эта цифра только растет. Регион занимает второе место в ЦФО по количеству выявляемых больных. Всего на территории области живет почти 10 тысяч носителей ВИЧ-инфекции. На деле их больше, просто не каждый знает о своем статусе. Группа риска – молодые люди в возрасте от 25 до 40 лет. Раньше, когда началась эпидемия, вообще впервые очаг ВИЧ-инфекции в Ивановской области, как и во многих областях Российской Федерации, возник среди потребителей натуривенных психоактивных веществ или наркоманов, как говорят. Сейчас эта инфекция вышла за пределы вот этой уязвимой группы. И ВИЧ циркулирует среди обычного населения, людей, которые учатся, работают, потому что стал преобладать половой гетеросексуальный путь. То есть два основных пути – это инъекционный путь и половой путь передачи. Этот год для Ивановской области в борьбе с ВИЧ-инфекцией получился продуктивным по всем фронтам. Безусловно, важную роль сыграла поддержка регионального правительства. При правительстве Ивановской области создана межведомственная комиссия, которая занимается развитием в регионе и реализацией государственной программы по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. Софинансирование областного бюджета на реализацию этой программы в 2017 году составило 1,9 миллионов рублей, а уже в 2018 году эта сумма достигла 8,8 миллионов рублей. Понятно, что один центр со всем объемом работы не справится. В 2017-м удалось увеличить масштабы первичной диагностики. На ВИЧ-инфекцию проверили порядка 250 тысяч человек. В регионе появилось 9 дополнительных лабораторий, где можно провести первичный ферментный анализ. Лаборатории находятся в основных центральных районных больницах таких городов, как Киниш, Мородники, Тейково, их 9, этих межрайонных центров. Они лицензированы, сотрудники прошли повышение квалификации, и первичный ИФА, и моноферментный анализ эти лаборатории проводят на местах. Дальше мы, идя по пути расширения этих объемов, планируем участие в том числе медицинских лабораторий, которые не имеют лицензии. Там мы будем проводить экспресс-диагностику, тем самым расширяя доступность граждан, но и решая главный вопрос – выявление на территории Ивановской области лиц, пораженных вирусом иммунодефицита человека, с тем, чтобы своевременно назначить лечение. На дополнительное средство введена первая очередь в поликлинике спидцентра, заменено оборудование. Теперь в главном учреждении региона по борьбе с ВИЧ-инфекцией есть кабинет психико-физиологической адаптации, где готовы выслушать всех, кто не представляет, как жить дальше с вирусом иммунодефицита. А еще благотворительный фонд содействия, который тесно сотрудничает с центром, выиграл президентский грант. Проект «Подарим нашим детям здоровье» ориентирован на ВИЧ-инфицированных молодых мам. Если до 2000 года в Ивановской области не было ни одной беременной женщины с ВИЧ-инфекцией, то в настоящее время ежегодно таких женщин регистрируется несколько десятков. В рамках гранта будут проходить занятия в школе здоровья, и уже начались эти занятия, во время которых беременные женщины или ВИЧ-инфицированные женщины, недавно родившие ребенка, их мужья получают информацию более детальную о том, что такое ВИЧ-инфекция, как уберечь от осложнений ВИЧ-инфекции себя, как уберечь своих близких от ВИЧ-инфекции, естественно, как уберечь малышей от ВИЧ-инфекции. При соблюдении всех рекомендаций врачей, дети у ВИЧ-положительных женщин рождаются здоровыми. Правда, чтобы избежать передачи инфекции, запрещено грудное вскармливание. На средства гранта закупили детские смеси. За месяц, что их выдают, в центр обратились 50 мамочек. И это не предел, уверены врачи. Вот мы закупили заменители грудного молока для наших деток. Теперь выдаем именно смеси, которые нашим деткам необходимы по жизненным показаниям для сохранения здоровья. Также мы закупили препараты для мам, чтобы прекратить лактацию. И тоже выдаем женщинам на роды, чтобы она с собой в роддом уже взяла препарат, ребёночка начали кормить смесями, а мама, чтобы получила для прекращения лактации вот этот препарат. Говорить об улучшении эпидситуации в Ивановской области пока рано. Но первая победа всё-таки есть. Снизились темпы роста выявления ВИЧ-положительных. Грамотная профилактическая работа приносит свои плоды. Полностью решена проблема закупки антиретровирусной терапии. Ещё несколько лет назад бесплатно получить жизненно важные препараты могли далеко не все. Приходилось приобретать их за свой счёт, а это сотни тысяч рублей в год. Теперь всё иначе. Спидцентр обеспечивает терапией каждого нуждающегося, а их более трёх тысяч человек. Максим Серебряков, Елена Белова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.